Привет, Ютуб! С вами Сергей, вы смотрите канал Regular Unboxing, и в этом видео поговорим про Nintendo Switch. Да, все уже сказано до нас, но и я хочу поделиться своими впечатлениями об этой действительно крутой игровой приставке, порассуждать о ее покупке и просто лишний раз поиграть на ней в процессе съемок этого видео. В конце концов, про классные аксессуары я несколько раз рассказывал, а про саму консоль так ничего толком и не говорил. А пока я буду играть и рассказывать вам про эту приставку, не забудьте подписаться на канал. И поехали! Для тех, кто не знаком с приставкой, буквально в двух словах. Игровая консоль Nintendo Switch появилась в свет в марте 2017 года и уже празднует свой четвертый день рождения. Консоль относится к гибридным, ее можно использовать как в портативном, так и в стационарном режимах. В качестве геймпада используются съемные джойконы. Кроме кнопок и аналоговых стиков, в них присутствует гироскоп, акселерометр, они могут считывать и на все метки фигурок Амибо и даже измерять пульс в некоторых спортивных играх. Огромным плюсом является и то, что джойконы могут использовать сразу два игрока в кооперативных играх. Например, в Diablo 3 и Mario Kart. То есть уже есть минимальный набор для кооперативной игры и второй геймпад, по крайней мере, первое время покупать будет не нужно. При использовании консоли в стационарном режиме ее необходимо устанавливать в док-станцию. При этом во многих играх производительность в этом случае будет выше за счет небольшого разгона приставки. Сама по себе док-станция представляет обычный хаб и при желании ее можно будет заменить на другое устройство. Главное в этом случае использовать качественный адаптер питания. Основное меню системы выглядит таким образом. В левом верхнем углу отображаются учетные записи пользователей. Там можно посмотреть страницу пользователя, увидеть статистику по играм и добавлять новых друзей. В правом верхнем углу отображается время, тип сетевого подключения и уровень заряда батареи. В центральной части крана отображается список игр. В нижней части системное меню. Там есть информация по подписке Nintendo Online, новости, магазин игр, галереи и самые разные системные настройки. Интернет-браузер. В консоли отсутствует, а из программ для просмотра контента стоит сказать разве что приложение YouTube. За производительность отвечает чип Nvidia Tegra X1. В последней ревизии консоли он был обновлен, за счет чего выросла автономность. И теперь составляет до 9 часов вместо 6 с половиной. На эту консоль уже выпустили огромное количество эксклюзивов и еще больше портировали игр с других систем. На четвертый год после релиза действительно есть во что поиграть. Серии игр Mario, Zelda, Pokemon, целая гора портов начиная от всякой индюшатины и заканчивая такими популярными хитами как Skyrim, Ведьмак, Diablo 3, Doom и много чего еще. Ну и сама Нинка много чего со старых приставок портирует. Летом например выйдет переиздание Zelda Skyward Sword и думаю что на этом они не остановятся. Правда жаль что диск не подходит, второй раз игру покупать придется, какая досада на самом деле. Следует отметить что большинство портов это старые игры. Skyrim вышел в конце 2011 года, Diablo 3 это весна 2012, оригинальный Crysis в 2007 году. К слову я недавно его купил на Switch, так как в оригинальный не играл и да, теперь наслаждаюсь мыльным графоном, лежан прямо на диванчике. Конечно я согласен, игры старые, но разве это плохо? Когда в начале 2012 года я попытался поиграть в Skyrim, мой компьютер его просто не вытянул. А потом и времени даже не было. Игра Diablo 3 тоже прошла мимо меня и купил ее только вместе с приставкой. Многие пользователи тоже не играли в эти старые, но действительно крутые игры, поэтому смогут наверстать упущенные. Конечно главным плюсом является еще и то, что в этих играх уже все исправлено и обновлено. Ну и конечно же портатив. Консоль всегда можно взять с собой, например во время обеда на работе зайти на свой любимый остров и проверить как дело у жителей. Ну или отправиться уничтожать всякую нечисть в мире Ведьмака. К слову, та самая Animal Crossing это очень ламповая игра, которая неплохо так подняла продажи консоли. Более 30 миллионов экземпляров игры было продано. Как там дела у киберпанка обстоят? Ждем оптимизацию? В PS Store уже вернули? Хе-хе, ладно я шучу. Просто выглядит это весьма забавно. Хотя тут играет скорее возраст аудитории. 15 лет назад я бы тоже хотел делать в игре тратата и устанавливать всякие импланты. Сейчас же я хочу просто выбирать обои и выплачивать ипотеку. Жду DLC за 19.99, где добавят сельпо и можно будет покупать макарошки по скидочке. Хотя ладно, ладно, последние обновления на Animal Crossing выходили бесплатно, поэтому может быть и обновления с магазином тоже будет. Nintendo Switch позиционируется как консоль для всей семьи, хотя я бы назвал эту приставку для тех, кому слегка за 30. Но возможно я и не прав, так как мне самому уже 30 и я выбираю соответствующие игры. Например, мне нравится то, что на приставке есть игрушки, в которых нужно выполнять определенные действия. Например, танцевать в Just Dance и заниматься что-то типа фитнесом в игре Ring Fit и прочие подобные игры, там достаточно много чего интересного. Но стоят они очень дорого на самом деле, просто неадекватно. Тем не менее, консоль Nintendo Switch мне нравится. Я из тех, кто не считает Switch дополнительной игровой системой. У меня нет игрового ПК или другой современной консоли. Хочешь, подключи к ТВ и играй. Хочешь, возьми приставку и просто валяйся на кроватке или сиди в удобном кресле и наслаждайся играми в портативном режиме. Можно взять с собой в поездку, играть в обеденное время на работе. Ну то есть портатив это на самом деле круто. К главному минусу я бы отнес стоимость всех этих чудесных игр. Ценовая политика убивает. Когда я покупал Crysis, цена была на уровне 19 долларов и это по скидке. А версию на ПК можно было купить менее чем за 10. Ведьмак на PS4 и Xbox также значительно дешевле на физических носителях, а в цифровом виде вообще в несколько раз во время скидок. Все эти эксклюзивные игры по 4 499 рублей меня просто убивают. По возможности стоит брать картриджи на вторички и после прохождения можно отдавать их в принципе по такой же цене. На втором месте графика. Все выглядит грустно, по крайней мере как мне кажется. Хотя на самом деле графика выглядит грустной на консолях последнего поколения, тоже как мне кажется. Так что это такое. Но эксклюзивные игры, конечно, душевные, ламповые и только ради некоторых игр по типу Зельды, некоторых Марио уже стоит покупать Nintendo Switch. Например, я думал купить Xbox, но отказался от этой идеи, потому что и коллекции игр на Nintendo мне хватает. У меня времени нет столько играть. Периодически поиграть хочется, но прям чтобы было масса времени, увы и ах. Многие, наверное, тоже думают, что, мол, круто было бы скорее выйти на пенсию, да, и пройти всю эту коллекцию игр, которая была приобретена ранее. Потому что бывает мы игры покупаем, а поиграть толком и не получается, да. Главное, чтобы пенсионный возраст опять не подняли, поэтому не знаю, не знаю. В общем, главное знать, во что вы хотите поиграть. Если вы думаете над покупкой приставки, выберите хотя бы 3-4 игры, в которые вы будете играть, а там уже будет видно. Также следует знать, что на Nintendo Switch представлено определенное количество онлайн фри-то-плей игр, таких как Asphalt 9, Танки, Блиц, Варфейс, Фортнайт, а также на днях должна выйти Апекс. Пора бы уже. Не знаю, когда я опубликую это видео, но думаю, что успею до релиза этой игры, и там мы уже будем тестить клавиатурку вместе с Nintendo Switch, GameServer X2. Ну, может быть руки дойдут. Попытаюсь. О чем я говорю? Было бы только желание, возможность и время. Если с этим все окей, то возникает вполне резонный вопрос, стоит ли покупать эту приставку. Консоль Nintendo Switch вышла в 2017 году, чип Tegra X1 в 2015 году. С точки зрения оптимизации, разработчики некоторых игр просто волшебники, но консоль уже использовала весь запас своих возможностей. Когда сегодня люди думают о покупке Nintendo Switch, один из моментов, который их отталкивает, это дата релиза. Мол, уже столько лет прошло, есть ли смысл покупать или все же ждать новую версию? Ну, как бы, такой тоже вопрос у многих возникает. И тут самое смешное. Вы не угадаете, когда точно выйдет новая консоль, пока не выйдет хоть какое-то официальное заявление о дате релиза, или хотя бы о том, что эта консоль уже производится, да? Вы не угадаете, что это будет за консоль, и куда Nintendo будет двигаться. Может, следующая консоль вообще будет стационарная. Ведь есть Lite-версия Switch'а, которая является исключительно портативной. Есть комбинированная. Почему бы теперь не сделать что-то в духе Wii U 2? Да-да, все уже наслышаны про мини-LED дисплей, интернет пестрит новостями про Switch Pro и Super Switch, про обновленные процессоры, но, знаете, Nintendo всегда выдает настолько неоднозначные продукты, что тут угадывать и не стоит пытаться. Они не гонятся за производительностью. Консоли Nintendo это не про графон. В любом случае, даже карманный аналог PS4 Pro от Nintendo мы в ближайшее время не увидим чисто физически. Конечно, я очень хочу ошибаться, но следует понимать, что если будет много наворотов, то консоль будет слишком дорогая. Психологический предел у многих это 400 долларов плюс налоги и наценки магазинов. Дороже консоль так массово покупать уже не будут, особенно учитывая жадность Нинки в плане стоимости самих игр. Потому что мало купить консоль, еще нужны какие-то игры на эту консоль. Тут тоже есть вопросы и моменты. Да, хочется увидеть какое-то чудо, но нужно быть реалистом. В новой версии консоли, скорее всего, сделают экран, которым наконец-то можно будет пользоваться на улице. Немного нарастят объем внутреннего накопителя и, возможно, обновят чип. Только в этот раз улучшат не автономность, а слегка производительность. Все же хочется увидеть более качественный графон в играх по типу Ведьмака. Но интуиция мне подсказывает, что Нинтендо может просто добавить в поддержку 4К контента в виде Ютуба, ну или там Нетфликса. И прямо вау эффекта не будет. Но я являюсь пессимистом, так что все может быть намного лучше. По последним слухам, Samsung будут поставлять 7-дюймовый OLED-дисплей для новой консоли, а производство начнется уже в середине лета. Так что есть шанс увидеть новые приставки на полках магазинов уже к концу этого года. Хотя тут тоже все зависит от производства и спроса. Консоль может повторить судьбу PS5 и новой серии Xbox, когда за вменяемые деньги консоль купить просто невозможно. Так что вся эта эпопея может затянуться еще на полгода после релиза. Будут ли эксклюзивы для обновленной консоли? Уверен, что да, потому что даже работу последних игр от самой студии Нинтендо идеальной назвать нельзя. Но я сомневаюсь, что эксклюзивы будут какими-то топовыми. В случае с Нью Нинтендо 3DS вышло определенное количество игр, но игр, продающих консоль, там в принципе не было. Если вспомнить DSi и DS, то эксклюзивов на DSi было 4 или около того. Сейчас продано более 80 миллионов Нинтендо Свитч обычной и лайт-версии. И кто-то всерьез думает, что корпорация Марио будет делать свои ведущие тайтлы эксклюзивно под обновленный Свитч, лишать себя аудитории и терять на этом деньги, это смешно. Я лично в это не верю. Скорее всего они еще подзаработают баблишко, и что-то новое мы увидим только годика через три, как раз и закончится в принципе жизненный цикл консоли. Но что мы имеем сейчас, конкретно на данный момент? Сейчас самый рассвет приставки. Есть замечательная консоль, есть отличная библиотека игр. Свитч повторяет успех серии DS и 3DS, а значит еще несколько лет точно будет на плаву. Выйдет новая консоль в ближайшее время замечательно. Но подумайте о том, о чем я говорил раньше. Нинтендо жадная компания. Также существуют другие точки зрения, но пока можно только предполагать. Я считаю, что 2021 год смело можно считать Нинтендо Свитч и рекомендовать его к покупке. Я и сам планирую в ближайшее время приобрести новую лимитированную версию с игрой Monster Hunter, поэтому если хотите посмотреть распаковку, то подписывайтесь на канал. Хотя она выйдет очень не скоро, потому что в моем любимом магазине Playmag в день релиза консоль не появится. Эх, Нинтендо обходит Украину стороной, какая печалька, но что поделать, придется мне немножко подождать. Пишите, что вы думаете про Нинтендо Свитч, если уже являетесь обладателем этой консоли. Пишите, что вас отталкивает от покупки, если вы еще не являетесь счастливым обладателем Нинтендо Свитч. Пишите в комментариях также, что вы ожидаете от новой обновленной версии, которая появится рано или поздно. Потому что интересно почитать ваше мнение, может быть оно где-то сходится с моим, может быть нет, интересно на самом деле. Ну а видео будем заканчивать, всем желаю удачных покупок, всем хорошего настроения, пообщаемся с вами в комментариях под этим роликом, ну и всем пока.